Музыка Этого буявлянина знают далеко за пределами нашего города и региона. Знают как достойного человека и грамотнейшего специалиста, отличающегося постоянным стремлением к усовершенствованию той сферы, в которой он трудится, на благо того дела, которое он выбрал и которому посвящает жизнь. Его старания и целеустремленность не остаются без внимания и поощрений. Анатолий Георгиевич Ладухин, почетный гражданин города Буя, заместитель директора по развитию Буйского химического завода, председатель Совета директоров предприятия, 21 марта отметил свой юбилей. Событием 2021 года для завода и для города стало присуждение Анатолию Георгиевичу почетного звания лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Коллеги-химики говорят о нем, что это наш кругозор, интеллект, человек с тонким чувством юмора, неиссякаемой энергией и безграничной любовью к работе, пользующийся уважением и авторитетом в коллективе. В юбилейный день именно от коллег звучало много поздравлений. 25 лет назад мы органично вписались в группе единомышленников, увлеченных идеей о создании в стране современного производства афганомеральных удобрений, водорастворимых комплексов и холатных пик удобрений, начали активную работу в изучении рынка и ассортимента этих видов удобрений. Мы устанавливали связи с ведущими агрохимическими институтами и учеными страны, проводили различные полевые опыты в разных починно-климатических условиях и на разных культурах. Во многом, благодаря вашей умелой организации работы, продукция Буйского химического завода выдерживает конкуренцию как с российскими, так и с зарубежными производителями аналогичной продукции. Усилиями руководства предприятия всего коллектива, специалистов и лично вас, Анатолий Георгиевич, завод строит свою работу на основе ресурсов берегающего земледелия, нацеленную на сохранение благородности почвы и качества урожая. Ваш труд по достоинству оценен государством за разработку и внедрение инновационных технологий выращивания ручных культур для обеспечения населения экологически чистыми продуктами питания в 2021 году вам присвоено почетное звание в лауреата премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Доставайтесь всегда таким же творческим, энергичным, успешным человеком. Привите от нас в этот прекрасный солнечный мартовский день самые сердечные пожелания, крепкого здоровья, душевной гармонии, оптимизма, успехов в дальнейшей работе и благополучия во всем. Счастья, добра и благолучия вам и вашим близким. Четверть века Анатолий Георгиевич Ладухин успешно трудится на Буйском химическом заводе. Достижение предприятия – это во многом его вклад в общее дело. Сотруд в химической отрасли Анатолию Георгиевичу Ладухину Министерством промышленности и торговли Российской Федерации присвоено высокое звание – почетный химик. Приказ о присвоении звания был зачитан на мероприятии. Приказ по Министерству промышленности и торговли Российской Федерации за подписи в министр Мантерова, отмечая большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем, приказываю присвоить почетное звание – почетный химик. Также Анатолию Георгиевичу было вручено благодарственное письмо депутата Государственной Думы Алексея Ситникова. Уважаемый Анатолий Георгиевич, примите слова глубокой благодарности за многолетний добросовестный труд и значимый вклад в развитие экономики и агропромышленного комплекса Косомской области. Высоко ценю ваш профессионализм, ответственный подход к делу и личное качество, позволяющие эффективно решать задачи по внедрению инновационных технологий, выращиванию овощных культур и картофеля, повышению конкурентоспособности экологически чистой сельскохозяйственной продукции региона. От всей души желаю успехов в профессиональной деятельности, на благо процветания России, Косомского края, бодрости, духа и благополучия. С искренним уважением депутат Государственной Думы Косомской области и заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите и конкуренции Алексей Владимирович Ситников. Москва, 22-й год, 21 марта. Я хочу сказать, что больше всех вас повезло, потому что я родился в один день с таким... ...могучий, чтобы стать представителем Косомской области, города Боя и Гусь-Кварево. Ответное слово Анатолий Георгиевич держал как превосходный трибун и оратор. Мы от государства помощи не ждем, тем более помощи какой-то финансовой. Мы должны государству помогать, не государство нам, но государство должно выполнять более сложную задачу, чем показывать кому-то помощь. Государство должно нас организовывать. Эта задача более сложная, чем кому-то там бросить, я не знаю, миллион рублей или сто тысяч. Вот не в это мы ждем. Если бы нас правильно организовали, где бы мы сегодня были? Эти пути мы знаем, направления нам известны. Вам огромное спасибо, что вы есть все. Мне радостно, что я с вами. И сколько еще суждено нам вместе поработать, я не знаю. Но буду рад каждому дню, отработанному на Буйском химзаводе. Спасибо. Мы с Анатолием Георгиевичем пришли одновременно в 1997 году на завод. 25 лет проработали. И об этом человеке я могу говорить только самые теплые слова. Это, во-первых, очень опытный, мудрый руководитель. Человек с тонким юмором. Творческий человек, артистичный. Хороший оратор. Очень хорошо входит в контакт с другими людьми. В общем-то, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. За годы работы Анатолия Георгиевича на заводе, конечно, произошли значительные изменения по всем направлениям. Но то направление, которое он курирует, маркетинг, развитие, в общем-то, достигли очень высокого уровня. Поэтому и те награды, которые получает и завод, и Анатолий Георгиевич сегодня получил, это заслуга завода. И в заслугах завода очень большая роль Анатолия Георгиевича. Что бы пожелали Анатолию Георгиевичу? Анатолию Георгиевичу пожелать оставаться таким же младым, веселым человеком, радующим коллег. И нацеленным в будущее, чтобы все его планы исполнялись. Чувствую, что работаю в очень дружном коллективе, чувствую, что и вижу, что сделано много. И, конечно, даже в свой такой большой юбилей не хотелось бы сегодня закрыть дверь за кабинетом и уйти на отдых. Еще чувствую, что много не реализовано каждый день, приносит какие-то новые идеи, мысли, которые хотелось бы претворить в жизнь. Вот такое. Значит, я сам не думал, что в 75 лет такие желания будут творить, пробовать, искать. А направлений еще очень много и очень такие грандиозные направления, которые, в общем-то, мы решаем и знаем, как нужно решать. Но чувствуя это, я, конечно, всегда жду соучастия государственных структур. Есть идеи, которые вообще невозможно по самому определению реализовать без государства. Чувствуя вот это и высказываю пожелание достучаться, дойти до высоких государственных структур, потому что масштабы дел, которые перед нами стоят, они очень огромные. Россия наша огромная и задачи и планы сопоставимы с нашим великим государством. В коллективе мне работать легко и просто. Я слышу своих коллег, меня слышат. Мы намечаем какие-то планы, реализуем. Все идет, в общем-то, в рамках желаемого. И я могу сказать, дай Бог каждому работать в таком коллективе, где подобный моральный климат, где хорошие дела замечаются, видятся. Хорошая и любая идея хорошая, она становится для реализации идеей всех и задачей для всех. А так, когда все вместе, это работать легко, интересно. Испокон веков Буйская земля славилась своими людьми, настоящими тружениками, работающими на благо не только малой Родины, но и государства. Своей заинтересованностью Анатолий Георгиевич увлекает коллег. Как они сами говорят, он пример для подражания. А значит, есть единомышленники и будут последователи. Страна будет развиваться и процветать. Мы, признаюсь, работаем не за награды. Ну, награда, если она пришла, я вот, признаюсь, я получил в прошлом году, значит, стал лауреатом премии правительства. Ну, вроде бы, замечен на таком высоком уровне и отмечен медалью лауреата. Но мне было бы, честно вам признаюсь, дороже не сама награда, не медаль, не то удостоверение, а было бы дороже признание государства вот тех технологий, которые мы предлагаем. Государство награду предоставило, И, извините, я назову очень нехорошее слово, оно как бы передо мной откупилось, если не стало, вот моя идея, не стала тем направлением в реализации. Мы много подали идей, они должны стать частью работы нашего государства, именно в сбережении почв, развитии почвенного плодородия, в выращивании чистой продукции, овощеводческой, зерновой, в выращивании животных, молока, мы можем делать хорошие кормовые добавки, но чтобы зарегистрировать какую-то добавку, значит, требуется годы, 3, 5, может быть, 7 лет. А в это время приходят иностранные компании и порой привозят неизвестно что к нам, а мы говорим об импортном замещении. Вот эти вопросы государство должно решать более оперативно. Я думаю, что время более оперативных решений наступило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова